всем привет с вами виктория вулах добро пожаловать на мой канал здесь собрано все про ваше растение сегодня мы с вами будем реанимировать вот такую вот красотку карликовую гуаву своей коллекции я выращиваю более пяти штук разных сортов и разновидностей гуавы это та самая псидиум гуаява называемые и кратко глава и как вы видите вот здесь есть у меня рядышком такая вот красотка посмотрите на нее в полный рост это крупноплодная глава соответственно и размеры у нее очень даже приличные где-то приблизительно ей года три и вот такая она уже крупняшка здесь она у нас уже цвела завязывает плодик и вот такого огромного классного размера здесь у меня гуава бессемянная сорт ким джу семян реально в ней мало но многих это может заинтересовать но из-за ее размера комнатных условиях тепличных и и достаточно сложно выращивать из-за своего темпа роста то есть она очень высокая и вам нужно будет постоянно ее обрезать что не очень удобно потому что вместе с веточками можно срезать и все плодовые почки и цветочки и естественно для комнатных тепличных условий я обычно всем рекомендую то что поменьше то что можно поместить себе на подоконнике и вместо вот такой высокорослой одной из можно выращивать вот такую главу это глава карликовая посмотрите как у нее классный компактный темп роста ей уже приблизительно шесть лет но на шесть лет она конечно даже не выглядит потому что кажется что он у года два конечно здесь и нужно нам реанимировать но листочек маленький темп роста маленький и она дает вкуснейшие плоды ничуть не хуже по вкусу чем у таких экземпляров которые высокорослые да они будут поменьше размером но вкусу не уступают где-то даже будет слаще она будет быстрее созревать ваших условиях на подоконнике на балконах и тем самым будет набирать больше сладости больше сахаров в отличие от крупноплодные которые нужно больше времени чтобы дозреть на ваших балкончиков и по внешнему виду мы видим что листочки стали такие бледно салатовые веток много которые уже а свое отжили и соответственно естественно и требуется реанимация то есть листочки должны приобрести снова темно-зеленый вид и мы должны ее облагородить пересадить в общем сделать реанимационные мероприятия чтобы наша голова снова ожила и начнем с вами нашу реанимацию конечно же с удаления старых веток они уже все поэтому мы под кустик под самый низ опускаемся и срезаем все сухое все отжившие весь сухостой смотрим до почечки вот здесь мы видим почечку зеленую значит над ней весь сухостой наш срезаем то есть делаем и прорежающую такую обрезочку омолаживающую и тем самым удаляем и и делаем санитарную обрезку удаляем все сухие ветки сделали мы с вами санитарную обрезку удалили все сухое и сейчас нам нужно поработать с тем что есть в горшке за годы здесь конечно иногда подчищалась но сухая листва те же самые веточки здесь уже выглядит вот так соответственно мы должны и здесь все зачистить убрать всю сухую листву это нам здесь совершенно не нужно в общем растения нужно держать в чистоте как чистота кроны так чистота поверхности грунта все зачищаем и удаляем и так делаем по кругу горшка сорняки отжившая трава листочки и прочее ненужная красота самое главное в нашей реанимации это конечно же не обрезание сухих веток а замена грунта то есть чтобы растение чувствовала себя прекрасно у него должен быть питательный грунт здесь у нас грунт уже с годами истощился я собираюсь в пучок и достаю нашу красотку из старого контейнера новый посмотрите грунт уже очень плотный видно что он уже слежался и в таком грунте конечно же глава себя чувствует плохо плюс его маловато видите всего лишь сантиметров 10 здесь у нас осталось грунта то есть питание растению брать уже не откуда в этом ведерке она прожило года три наверное представляете и конечно же все спреставалась слежалась и уже не обладает питательными свойствами плюс когда я сажал эту главу я насмотрелась разных роликов на ю тубе и конечно же последовало некоторым примером естественно потом я пожалела но времени на пересадку раньше не было сейчас конечно с годами уже практикой все наработано и вот остались некоторые экземпляры не пересажены и специально пересаживаю их вместе с вами показать мои ошибки почему растения можете чувствовать плохо ну во первых это тот самый знаменитый дренаж который все раньше рекомендовали здесь у меня битый кирпич оранжевый битый кирпич можно керамзит можно битый кирпич в общем сделаете все как я чтобы загубить свое растение посмотрите какие кусочки кирпича дело тут не в кусочках а дело в том что это все дополнительная влага холод сырость корням и как вы видите здесь очень много битого кирпича может быть и керамзит он тоже на мой взгляд совершенно не пригоден для наших экзотических растений может быть за исключением только нет вот так выглядит у нас дно нашего горшка здесь у нас и червяки и также остатки битого кирпича и вот столько кирпича я здесь достала любите теперь давайте рассмотрим с вами землю в которой сидела наша глава здесь снизу мы видим что это практически чистый чернозем как по виду с добавлением небольшого количества песка и здесь сверху кажется что грунт чуть чуть рыхлее кажется но на самом деле нет смотрите это чистый чернозем с песком это мы тоже можем увидеть вот здесь по боковым крупицам такие желтенькие это песок и посмотрите как очень сложно вот очень тут по бокам нормально а вот здесь внутриком очень сложно убрать этот грунт от корней потому что он снижался с прессовался то есть технология посадки нарушена не сажайте свои растения в чистый чернозем с песком да еще и с каким-нибудь дренажом условно хорошим сейчас мы аккуратно будем все это дело разбивать нам надо полностью удалить старый грунт он очень тяжелый и не дает в корням нормально развиваться практически мы с вами все практически но вот здесь еще смотрите прям залежи какого-то песка с глиной даже где-то и керамзит проскакивает в общем здесь вот верхушечку я никак не могу осилить до конца в идеале конечно корни лучше промыть это мы наверное с вами тоже сделаем потому что как вы видите не весь грунт хорошо отошел чем грунт сейчас уберем и промоем дополнительные корни потому что все таки вот здесь еще много этого старого грунта когда-то я в этот грунт добавляла и большое количество кусочков коры но как вы видите от них практически не осталось и следа вот только все это переработалось и остался вот такой вот не сильно пригодный для растения грунт истощенный слишком прессованный и какой-то уже от грунта мы избавились вот такой тяжеленный и теперь я конечно все таки хочу промыть наши корешочки отправляем в емкость с водой желательно замочить ну на часик это много минут на двадцать-пятнадцать чтобы весь грунт у нас отсюда откис отошел и тогда нам будет намного проще чтобы грунт весь откис замачиваем на 15 минут откис отошел и емкость откис hardened вот и 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 Продолжение следует...